Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня мы в гостях у Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Добрый день! Меня зовут Крюченко Дмитрий Олегович. Я работаю в должности следователя-криминалиста отдела криминалистики в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области, полковник юстиции. Сегодняшняя у нас тема – это пропажа подростков. В каких случаях Следственный комитет занимается непосредственно этим вопросом? Следственный комитет занимается во всех случаях безвестным исчезновением людей, тем более несовершеннолетних. Почему? Потому что потенциально каждый факт исчезновения человека – это, возможно, преступление. То есть пропавший может быть жертвой убийства, похищения, либо иного преступного посягательства. Немножечко по цифрам. Сколько поисков было проведено за 2021 год и какие результаты? Взрослых мы искали в прошлом году 347 человек, а несовершеннолетних – 93. Как правило, они все найдены, но не без исключений, к сожалению. Следственный комитет работает обособленно или в связке с другими ведомствами? Обособленно работать в этом направлении просто невозможно, поскольку поиск человека – это комплекс мероприятий самых различных. То есть мы, конечно, проводим со своей стороны порциальные мероприятия, осмотры, опросы и допросы очевидцев, то есть людей, которые знали пропавшего, либо могли видеть его в каких-то местах. Ищем в местах его последнего пребывания интересующие нас следы, то есть следы рук его, биологическое происхождение следы, которые могут нам помочь черновые записи, осматриваем компьютеры, телефоны, которыми пользовался пропавший. Ну, в общем, целый комплекс мероприятий. Но помимо этого нам очень сильно помогает и взаимодействие с нами органы полиции, органы внутренних дел, Росгвардия, разумеется, поскольку у них есть другие возможности. Это работа дежурных частей, работа патрульно-постовой службы, ГИБДД, охраны, ну и других подразделений. Разумеется, это оперативно-рысканные мероприятия, потому что у органов внутренних дел есть другие такие возможности, которыми мы не располагаем, оперативно получить некую информацию о пропавшем. Разумеется, органы — это МЧС. Ну и поскольку поиск человека, как правило, требует больших человеческих ресурсов для расклейки, ориентировок, для прочесывания местности, поиска в лесу, в поле, в иных условиях природной среды, мы не можем обойтись без волонтерских организаций. У нас таких три в Рязанской области. Это Лизалерт, разумеется, это поисковый отряд Мещера, ну и поисковый отряд Рязанского медуниверситета Солюз. А бывало такое, что человек пропал в Рязани или Рязанской области, а нашли его где-нибудь в другом регионе? Очень часто. Мы переместились на улицу. Давайте здесь обсудим, какой порядок именно у Следственного комитета при поиске потерявшихся людей, как действует. Из того, что мы можем, конечно же, рассказать. Начать-то нужно с того, чтобы переговорить с родственниками пропавшего, понять, что происходило до момента исчезновения. То есть, как жил ребенок, чем интересовался, кто у него в друзьях, не только в соцсетях, но и в обычной жизни. Где человек учился, какие места посещал. Все это нужно выяснить для того, чтобы получить какие-то поисковые признаки. Потом нужно осмотреть. Мы осматриваем жилище. Если остались какие-то гаджеты, которые пропавший подросток оставил, мы, разумеется, их осматриваем. Если есть возможность посмотреть страницу в соцсетях, конечно, мы ее посмотрим. Посмотрим, кто в друзьях в интернете, на какие темы они общаются. Ну и дальше развертывается поисковое мероприятие. Как я уже сказал, это целый комплекс мероприятий, комплекс действий. И поисковых, и оперативно-рыскных, и процессуальных, и иных, назовем их так. Мы неоднократно делали сюжеты с МВД о том, что у нас в городе система «Безопасный город» работает, развешаны камеры. Эта система помогает? Не только «Безопасный город». В данном случае для поиска мы задействуем возможности видеонаблюдения не только государственных, но и частных организаций. Как правило, нам никто не отказывает. Это и магазины, и банки, и иные организации. Ну и, конечно, «Безопасный город». А если человек потерялся не в городе, где все увешано камерой, где есть гаджеты, где сигнал ловит, и все замечательно. Если человек у нас, ну или, допустим, мы отследили путь человека до леса, и все, а в лесу-то неизвестно. В лесу у нас ни телефон не ловят, ни камер, к сожалению, нет. Есть несколько алгоритмов поиска человека в природной среде. Как правило, в этих ситуациях мы взаимодействуем, как я уже сказал, с волонтерскими организациями, с добровольческими поисковыми отрядами Рязанской области, а также с лесничествами, с Пожлесом, с МЧС. То есть очень много людей при таких поисках обычно участвует. И очень много организаций. Почему мы их привлекаем, почему они задействованы? Потому что они знают лес лучше. Есть, как я и сказал, уже несколько алгоритмов. И эти алгоритмы мы постоянно прорабатываем совместно с волонтерами, совместно с сотрудниками внутренних дел. То есть проходят совместные учения на нашей базе, на их базе. По-разному моделируем ситуации, участвуем в поисках. Даже привлекали, как-то моделировали ситуацию, когда в роли волонтеров выступали наши следователи. Чтобы они понимали, как осуществляется эта работа, какой алгоритм, какая последовательность действий. Ну и тоже учились картографии, учились ориентирования в лесу, учились поисковые мероприятия. Все это нарабатывается уже не первый год. Как обычно долго продолжаются такие поиски? Или это всегда по-разному? Абсолютно всегда. Бывает, что пропавшие находятся в течение суток, даже часов после исчезновения. А бывает, что ищем по полгоду, год и более длительные сроки. Можете рассказать о самых запоминающихся каких-то поисках, которые были на вашей практике? Они все запоминаются, так или иначе, поскольку любой поиск – это ЧП, любое исчезновение человека. Ну, мне, например, запомнились больше всего поиски в 2014-2015 годах в Скопинском районе. Там было два очень ярких случая. Первый случай – это когда пропал взрослый мужчина, ранее судимый. Он стал жертвой преступления. То есть по месту его жительства были обнаружены следы крови и иные следы, указывающие на том, что его похитили. У нас даже были подозреваемые, кто это сделал, которые пояснили, что вывезли нашего пропавшего в поле для поиска спрятанных там денежных средств. Но он якобы от них убежал. Это было село Катина Скопинского района и практически год. Почти каждый мой день начинался с того, что я выезжал в район села Катина совместно с курсантами школы милиции и совместно с местными сотрудниками. Правоохранительных органов мы прочесывали вот этот участок местности между селом Катина и селом Чурики Михайловского района. Достаточно большой участок местности. Опять же, там пересеченная местность. Это вот один поиск. А второй случай – это когда в том же 2014 году в конце молодая девушка в свой день рождения поссорилась с мамой и пропала, как мы тогда понимали. Пропала она абсолютно в непонятном для нас направлении. Информации какой-то поисковой практически не было. И тоже было прочесывание огромных просто территорий. И сплавлялись по местной реке, искали там. Но в итоге через полгода она нашлась живой, правда, в состоянии сильного отравления. Пояснилось, что после того, как у нее не получилось отпраздновать свой день рождения в этом отдаленном селе Скопинского района, она на дороге поймала машину, добралась до Москвы. Там передумала, хотела вернуться, но была похищена неустановленными лицами. И полгода она была фактически в рабстве, жила в подвале. Мы это уголовное дело, оно потом расследовалось на территории Москвы. И, честно говоря, не зная результат, но для нас был главный результат, что она нашлась живой на улице города Москвы. И вот это запомнилось, потому что очень долго искали, и очень много сил было задействовано. Поисками пропавших людей занимается какой-то конкретный отдел или следователь, у которого помимо пропавшего человека есть еще несколько дел, и это все запараллелено? Разумеется, поиском занимаются все следователи, у которых производство данного материала и уголовное дело, помимо остальных, как вы сказали. Ну и наш отдел, то есть отдел криминалистического следственного управления, поскольку это наша непосредственная задача. Ну, то есть я к тому, что нет какого-то конкретного отдела, который заточен только под поиски, и который привлекает только тогда, когда пропал человек. Таким отделом является отдел криминалистики, потому что мы являемся связующим звеном между следователем территориальных подразделений, тем же самим волонтерами, сотрудниками УМВД России по Рязанской области. У нас есть определенная кремтехника, включая беспилотные летательные аппараты. То есть таким координирующим звеном является наш отдел. Ну и такой вопрос, самый юный возраст пропавшего человека и самый старший возраст пропавшего человека, так вот на скидочку. На скидку пропадали люди под 90 лет и совсем практически новорожденные люди, но они, как правило, пропадают вместе с родителями. А так, по вседневной деятельности это и детсадовские возрасты, и школьные, и подростковые. Всех возрастов. Нет какой-то такой градации. Но все-таки по статистике, если можем сказать, поиски пропавших чаще заканчиваются положительно или... Чаще всего, да. Чаще всего мы находим людей в том или ином состоянии, даже если они стали жертвой убийства, мы это находим. Но, разумеется, не всегда. Если человек пропал, то стоит ли сразу бить тревогу, стоит ли сразу звонить во все ведомства или немножко подождать, чего лишний раз людей напрягать? Во все ведомства, может быть, и не стоит звонить. У нас, прежде всего, нужно позвонить дежурную часть органа внутренних дел, которые обслуживают данную территорию, сообщить туда. А дальше это сообщение будет зарегистрировано и передано по последствии, в том числе и к нам. То есть там уже система отработана и подключаются все остальные службы после регистрации сообщения внутренних дел. Но если, допустим, я как родитель, и у меня пропал ребенок, я обращусь, подниму лишний раз людей, а ко мне через сутки-двое вернется ребенок и скажет, ну, извини, вот так получилось там. Я загулял с друзьями, что-то еще, какие-то штрафные санкции будут ко мне применяться? Нет, конечно. Или я сделал абсолютно все правильно? Вы сделали абсолютно правильно, и слава богу, что он вернулся живой, здоровый. Это наша работа искать. Поэтому вы сделали абсолютно правильно, никаких санкций в отношении вас не будет. Но, конечно, чтобы таких ситуаций не было в будущем, нужно разговаривать с ребенком до его исчезновения. То есть искать с ним общие какие-то темы для разговора, понимать, чем он живет. Такую ситуацию проще предотвратить, чем потом с нашим участием как-то раскрывать и искать. Может быть, перечислим алгоритм, как следует поступать людям, чей близкий или просто чей знакомый пропал? Какие шаги он должен предпринять? Обратиться в орган внутренних дел. К такому заявителю выдвинется следственная оперативная группа, получит от него объяснение, выяснится и обстоятельства исчезновения. Помимо этого, желательно как можно скорее обратиться в одну из волонтерских организаций, которую я назвал по телефону. Эти телефоны есть в интернете, поэтому они абсолютно открыты. Ну и в дальнейшем следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов и волонтеров. Там люди опытные в том числе и в нашем отделе. Поэтому что делать дальше, вам подскажут. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин